Недавно на мое последнее видео кто-то из подписчиков написал, прогнозы аналитиков это конечно отдельная тема, у них такое чувство, что всегда все классно и надо покупать. Отписался от всех прогнозов открытия и вообще вывел оттуда все средства со счета. Ну, что я могу сказать, каждый выбирает сам. Давайте посмотрим, что же на самом деле обещали аналитики и рекомендовали и что получается. Вот по традиции подвели итоги идей за полугодие. 94% идей выше бенчмарка. По акциям Интерао можно было заработать 66%. 32,9% за две недели Банк Санкт-Петербург. Они рекомендовали. Вот такие возможности. Ну и сейчас я хочу вам показать, смотрите, к вопросу о том, пользоваться ли рекомендациям аналитиков или нет. И вообще надо ли им платить, потому что, ну, дармоеды они реально. Но, смотрите, конечно же, им платить не надо. Потому что, ну, чем меньше мы кому-то платим, тем лучше мы живем. Это естественно и логично. Но вот в чем дело. Я заметил, что как только мы начинаем управлять нашими активами сами, и мы держим все в руках. И если сравнить это дело с результатами, которые дают аналитики, то получается, что все-таки что-то идет не так. Понимаете? Это вот как в школе. Я учился хорошо, например, да, и ко мне, значит, там приставали регулярно, там, те, кто там, ну, чуть ли не двоечники, там, или там в институте тоже, значит, там лабораторки делал, там, за многих. И получается следующее, что люди, для которых я делаю работу, получают пятерки, ну, а мне ставят четверку преподавателей. Хотя прекрасно знали, кто это делал. Мне четверку, а им пятерку. Так же и здесь, в инвестициях. То есть, блин, я вроде стараюсь, вроде читаю всю информацию, так сказать, делаю, сам контролирую. Мне это интересно. Вот, но результат, к сожалению, не всегда лучше, чем у аналитиков. Вот, например, та штука, которую я сейчас рекомендую всем вообще, вот те, кто только начинает, вообще ничего не знает в инвестициях и не хочет особенно знать, но люди понимают все больше и больше, что депозит не дает никакой доходности по сравнению с инфляцией. И надо что-то делать. Недвижимость, ну, во-первых, дорогая, там по-разному. И есть варианты покупки недвижимости через тоже поевой фонд, про который я рассказывал совсем недавно, в одном из последних видео. Но я рекомендую вот людям, совсем-совсем начинающим, и к этому есть интерес, это управляющая компания, все очень просто. Сначала вы открываете брокерский счет, ссылочка будет вон там или вон там от меня, для того, чтобы, ну, по крайней мере, обращаться ко мне за консультациями без зазрения совести. Вот, я вам буду помогать. И, соответственно, потом я рекомендую просто открыть, ну, направить средства в управляющую компанию, в управляющую компанию. Ну, можно сделать, там есть пифы соответствующие, сбалансированные, а можно просто в управляющей компании счет, и все. И управляющая компания, там управляющий управляет этими средствами. Смотрите, это вот огромный котел такой собирается, да, и на этот огромный котел покупается, значит, какой-то набор акций, достаточно большой. И вот эти самые аналитики, которым вы не доверяете, они делают, ну, изменения в портфеле, значит, они думают, так, значит, вот эту акцию давай купим, эту акцию давай продадим. Они публикуют эти идеи, но не все. Вот, и, соответственно, покупают эти акции, делают вот этот вот фонд общий из акций. И, значит, вот этот весь фонд, поевой инвестиционный фонд, он разбит, как всегда, там на 100 тысяч миллионов частей, на какие-то достаточно большие части. И каждый из этих частей называется пай. Пай. То есть вы пайщики, потому что это паевой инвестиционный фонд, и вы сообща, покупаете, доверяете вот этому управляющей компании, как бы, ну, работу с вашими активами, ну, точно так же, как в акционерном обществе, только здесь вот по финансам. И, соответственно, они управляют этими финансами. И каковы же результаты этого управления? Вот, смотрите, динамика стоимости пая. Динамика стоимости пая. За один месяц 6,77%, за три месяца 12,21%, за шесть месяцев 29%, за полгода. За год 33%. Это вот фонд сбалансированный. Почему я рекомендую фонд сбалансированный? Да просто его выбирают большинство людей. Фонд сбалансированный именно. Почему этот фонд? Да потому что в этом фонде сбалансированном здесь сбалансированный рантье. Не просто сбалансированный, а сбалансированный рантье. То есть, в этом фонде предусмотрены еще и ежеквартальные выплаты. Откуда берутся эти выплаты? Это, значит, дивиденды, либо купоны по облигациям. Фонд сбалансирован, то есть, по активам. То есть, у него там в активах есть и акции, и облигации. Какие акции покупать? Какие облигации покупать? Когда их покупать? В какой пропорции это решает управляющий. Но, посмотрите еще раз, 33% годовых вы где-нибудь получали такую доходность. Вот попробуйте сами инвестировать, вы это не получите. Вы можете получить это, смотрите, если вы будете трейдингом заниматься, вы можете 100% получить, 200-400%. Но это работа, во-первых, а во-вторых, это огромные риски, потому что вы можете получить и минус 100%. Значит, больше минус 100% наверное вряд ли, потому что в долги трудно залезть, но как бы 100% это стопроцентный слив всего капитала. И все, но ниже нуля вы не опуститесь, наверное, брокер просто не даст. Вот, ну это у брокера, в Форексе до нуля можно опуститься, у брокера очень быстро до 50%, потом значит еще 50%, потом еще 50% и так далее. Но это уже лирические отступления грустные, то есть это по трейдингу. Трейдинг, я говорю, крайне-крайне сложная вещь, но там можно зарабатывать и там и 10% за месяц, и 20, и 100% даже за месяц вы можете заработать. Но этим надо заниматься, я этому обучаю на курсе биржи для чайников, но повторяю, что это не для слабонервных, это выматывает. И здесь надо очень много и долго сидеть, и все равно будут потери неизбежные. Здесь, если вы не хотите потерь, если вы не хотите учиться ничему вообще, так сказать, как бы вложил, и все, и получаешь денежки как в банке, вот она сбалансированная ирантия. Почему сбалансированные ирантия, я рекомендую еще, да потому что там максимальные возможные, ну просто, вот она, смотрите. Фонд облигаций, акции, риск высокий достаточно, открытие акции, ну там было падение, ожидаемая доходность, ну 30%. Сбалансированные ирантия, 23% ожидаемая доходность, ну дали 33% получилось, вот так. Открытие сбалансированные, то же самое, что сбалансированные ирантия, но без выплат, без ежеквартальных выплат. Вот, открытие облигаций 10% ожидаемая доходность, ну как бы это облигации, это гарантированное практически. И открытие еврооблигаций РФ, ожидаемая доходность 5%. Вот это вот, что такое еврооблигации РФ, это, ну я вам так скажу, это замещающие облигации валютные, это если, то есть они индексированы на курс доллара, и здесь аналитики просто ожидают, что, ну доходность, ну как бы будет, она может, они могут упасть. Вот так. Вот, так, ну собственно говоря, оставьте заявку и так далее, ссылочку я вам скину, если хотите. Но, что я хотел сказать по поводу сбалансированного рантья. Это, сейчас я вот пытаюсь понять, а вот, стоимость чистых активов 8 триллионов 60 миллиардов 569 тысяч миллионов 350, нет, 569 тысяч, это 60 миллионов, да, 8 миллиардов, 8 миллиардов рублей под управлением. То есть люди, инвесторы доверили этому фонду 8 миллиардов рублей. Понимаете, да? Вы можете возражать, все что угодно, что миллионы мух не убедят вас, значит, что там говно, это вкусно. Ну, как бы, пожалуйста, продолжайте, но у меня к вам вопрос, а сколько у вас денег в наличии, сколько у вас денег на счете, если вы такой умный, почему вы не богатый. Вот, как бы, такая штука. Еще раз показываю график. Динамик стоимости с учетом пая, ну, он немножечко повыше. Это график уже очищен, очищен от всех налогов и, ну, не налогов, от платежей. То есть сюда уже, здесь учтены платежи управляющей компании. Как происходит покупка этого пая, ну, вернее, ну, покупка этого фонда, инвестиции здесь? Да очень просто. Вы говорите, я хочу купить столько-то паев, и все. Паи, причем, могут быть не целые, а дробные. Здесь ничего страшного нет, можно, так сказать, купить там 3,62 пая. Посмотрим, сколько стоит один пай. 1176 рублей. 1241 рубль. Ну, раньше он стоил 1000 рублей. Вот она стоимость пая. То есть любую сумму вы можете вложить. Вы можете пол пая купить, но это не имеет смысла, как вы понимаете, да? Вот, ну, логично, так сказать, там 100, 200, там 500 тысяч хотя бы вкладывать в эти дела. Да, и если вы не хотите платить повышенные комиссии, то это, в общем, инвестиция на, скажем, на год. Потому что если вы в течение года снимаете деньги, да, вы теряете, значит, там сколько, полтора процента берет управляющая компания комиссию за вывод средств. Если больше года, то там, по-моему, 0,75, а если больше трех лет, то вообще никакой комиссии за вывод средств компания не берет. Вот. Вот. И, соответственно, да, пай вырос, вы получили доходность, брокер, как налоговый агент заплатит 13% налога с вашего дохода. То есть вы получите вот этот вот доход за вычетом 13%, ну, это нормально и как всюду. Вот такая история. Здесь все включено, все прозрачно, ребята. И попробуйте-ка еще раз я вам говорю с налогами, без налогов 33% за год получить. Получите? Я сомневаюсь. По поводу недвижимости, ну, смотрите, если вы посчитаете, сколько вам приносит недвижимость, скажем, жилая, очень многие люди говорят, я куплю квартиру, буду ее сдавать, квартира будет дорожать. Квартира дорожает, ну, не выше, чем инфляция, то есть, там, скажем, 4-5% в год, не больше она дорожает, соответственно, она требует вложений, ремонта, ухода регулярного. Это геморрой со всякими арендаторами и общая доходность от сдачи жилой недвижимости, ну, 5%. Ну, ребята, 5%. Здесь 33% годовых. Не знаю, я категорически против. Вот, я вложился в фонд коммерческой недвижимости, РТД-2, про который я рассказывал. Ну, вот там 10%, ну, как бы они так вот скромно очень обещают, но реально получилось 17 или 18 за прошлый год. Ну, это в другом фонде РТД-1, который он уже закрыт, там он просто торгуется, его можно на вторичном рынке купать, а РТД-2 на первичном. Ну, как бы вот так, я уже все сказал на самом деле, поэтому думайте, решайте, задавайте вопросы, возражайте, а я вам отвечу. На сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Демитков Юрий, ссылочки все там или там, вы найдете. Пока-пока-пока.